Верняй! Верно! Первое члено! Пять силу, первое! Согон! Марш! Провести традиционный строевой смотр казаков из Новороссийска в Сочи приехал атаман Черноморского казачьего округа Сергей Савотин. Всё дело в том, что в городе с 1 января начала действовать муниципальная казачья дружина. Соответствующее удостоверение получил 51 казак. Дружина была сформирована только в начале года, но уже прошла проверку на прочность. Они были проверены несение службы во время усиления в Красной Поляне. Все выполнили задачу, все выполнили те условия, которые они должны были пройти стажировку, пройти аттестацию. Я считаю, что сочинская дружина одна из лучших дружин кубанского казачьего войска. Это доказала Олимпиада, это доказала Формула-1, это доказали Паралимпийские игры. Сочинские казаки действительно не раз доказывали преданность городу. Они вносят существенный вклад в обеспечение общественного порядка, защиту госграниц, содействуют популяризации казачьей культуры, традиций и ценностей. Они в себе воплощают очень многие идеалы на самом деле. Это честь, доблесть, мужество. Настоящие мужчины во многом, как бы это громко не звучало, конечно же, вот хотелось приобщиться. В роду, конечно же, тоже были, то есть решил пойти по стопам предков и присоединиться к этому движению. Всего в городе сегодня службы на платной основе несут 238 казаков, еще 200 на общественных началах. Все они патрулируют улицы, охраняют общественный порядок на крупных мероприятиях и даже помогают разгружать городские дороги. Также главой города Сочи было принято решение в этом году создать дружины выходного дня, которые осуществляют дежурство на центральных улицах города по выходным дням. Это казаки, которые будут дежурить в пятницу, субботу, воскресенье на наших улицах города. В прошлом году, благодаря совместной работе казаков и полицейских, в Сочи было раскрыто 15 преступлений, выявлено более 9 тысяч административных правонарушений. Казаки приняли участие в более чем полусотне рейдов по детскому закону. То есть такая совместная работа приносит реальные результаты. Тому подтверждение курортной Сочи по уровню безопасности в нашей стране занимает третье место. Кстати, после двух закрытых городов. Рената Шипулина, Ольга Десятова, Димит Даниловский, телекомпания ФКТ.